Министр иностранных дел Эва Мария Лимец встретилась сегодня с министром иностранных дел Германии Анноленой Бербак в Таллине. Двустороннее обсуждение прошло после вчерашней встречи министров иностранных дел стран Балтии и Германии в Риге. Специалисты-международники широко обсуждают прозвучавшее там заявление немецкого министра, что ФРГ должна принять критику относительно своей прежней позиции по Северному потоку-2. А ведь такое не было возможно при предыдущем руководстве страны, которое поддерживало газопровод и не разделяло критику из Балтии и Польши. Теперь же новое правительство, куда вошли и зеленые, представленные сегодняшние гости Эстонии, склоняется к балтийской точке зрения, что этот проект повышает уязвимость Европы для шантажа со стороны Кремля, который может перекрыть газ, когда ему заблагорассудится. Кроме этого, внимание было сосредоточено и на других санкциях против России и увеличение оборонной и гуманитарной помощи Украине. Эстония вложила более 220 миллионов евро в обороноспособность Украины, а гуманитарной помощи мы отправили примерно на сумму в 15 миллионов евро. Мы должны как можно скорее принять шестой пакет санкций Европейского Союза, и Эстония очень хочет, чтобы он распространялся и на импорт нефти и газа. Мы не должны допустить ситуации, когда импортом российских энергоносителей мы, по сути, продолжим поддерживать их военную машину. Правда, если некоторые страны, как, например, Эстония и Финляндия, уже готовы к концу года отказаться от российского газа, то Германия, которая более других зависит от российских энергоносителей, вместе с другими странами ЕС изыскивает более приемлемые для всех варианты санкций в отношении импорта нефти и газа. Но нет сомнений, что вариант будет на один. Кроме того, журналистов интересовало и то, что Германия исключила тяжелое вооружение из списка, которое представила ей Украина. Да, мы получили список от Украины, в котором нас просили предоставить ей тяжелое вооружение. Для нас было важно предоставить все необходимое как можно быстрее в первые дни войны. Но ситуация складывается таким образом, что и в самой Германии недостаточно такого оружия или необходимой техники, как, например, вертолеты. Мы поддерживаем своих партнеров по НАТО, чтобы они могли обеспечить Украину оружием, которое не может быть предоставлено Германии. В настоящее время мы не видим возможности поставок танков «Леопард», потому что для управления ими требуется очень тщательное обучение. Министр Лимитс также отметила, что Европа должна адаптироваться к новой реальности, и в частности, Эстония решила увеличить свои расходы на оборону в среднем до 2,5% ВВП в течение следующих четырех лет. Позже министр иностранных дел Германии встретилась с премьер-министром Эстонии Кае Каллас, и в рамках встречи стороны ожидаемо обсудили снижение зависимости от российских энергоресурсов и сверили свои позиции перед предстоящим важнейшим саммитом НАТО в Испании. Сергей Овченков, Мартейн Лопетер Юлевайн. Новости Таллина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова